Сотрудники полиции безопасности провели обыск дома Эдгара Сависара еще 22 сентября прошлого года. Теперь госпрокуратура ходатайствовала об аресте найденных в ходе обыска 200 тысяч наличных евро. Как заявляет прокуратура, она провела основательный сравнительный анализ доходов и расходов Сависара. И лишь после этого обратилась за ходатайством об аресте денег. Речь идет, наверное, о том, что какие-то действия проводили для того, чтобы оценить, являются эти деньги как-то связаны с преступлением, возможно, с подозрением или нет. В настоящее время, очевидно, прокуратура приняла для себя такое решение, что в данном случае как-то эти деньги связаны с подозрением. И поэтому она поставила перед судом вопрос об аресте, и арест этот удовлетворен. Арест денег не означает их обязательной конфискацией. Такое решение может принять только суд. Адвокат Сависар Оливер Насс сегодня же подтвердил, что обжалует решение окружного суда. Он подчеркнул, что у него была возможность ознакомиться лишь с решением суда, но не с анализом, проведенным следствием. Однако даже из этих документов следует, что большая часть найденных денег может быть личным и легальным доходом Сависара. Поэтому арест денег вызывает удивление. А вот пожаловаться на то, что расследование длится слишком долго или запросить о сроках его окончания невозможно. В том, что касается срока введения прокуратуры следственных действий, каких-либо ограничений нет. У нас таких ограничений нет. За исключением установленного европейским судом разумного срока где-то в пределах пяти лет. Таким образом, пока можно предполагать, что процесс может продолжаться еще долго. Например, некоторые сторонники Сависара открыто опасаются, что судебное производство можно растянуть до президентских или муниципальных выборов, чтобы убрать самого опасного конкурента. Хотя сама прокуратура заявила, что документы практически подготовлены. Есть и еще один вопрос, вернется ли Сависар на свою законную должность после окончания следствия, как было обещано ранее. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.